о ничего так интересно что за лоховство что за лоховство блин смысле а что тебе не нравится что это такое это суши это позорщи почему 55 здесь дерево у меня какой-то черный пластик в акценте у моем который у меня был вроде нормально вроде бы нормально к ты начинаешь каждый день эксплуатировать это пытаясь там где-то вырваться ты понимаешь что это вот очень тупая коробка ну очень тупая я не знаю здесь наверное на видео будет не так видно она вся у так точечках идет для кого-то это норма ребята но у меня это ассоциация с какой-то skoda octavia 12 или 13 с того года давайте европляху лучше пригоню братан а чёрный аргумент сделать машина без души она просто хорошие ничего в них плохого прям такого критичного нету просто хорошая машина без души но честно 11 это иногда перегасовываю иногда бывает так крутой сделать это машина трудно честного честного 11 пробовал в режиме дедушки поездить это вот так вот вот никаких перегазовок без пробок думаешь сильно изменилась 10 литров 10 и 2 вот эксперимент проводил когда с лексусом rx нового поколения 200 turbo там переходишь когда ты в эко и в режиме дедушки действительно можно экономить там действительно можно 8-7 с половиной литров ехать без пробок действительно здесь нет никак вообще в тот момент когда ее покупал и в салоне уже на складах было очень много этих машин в этой комплектации черная на черной кожи было много потом спустя буквально месяц-полтора насколько мне уже рассказывали при будущем покупателя все они просто пропали они просто испарились и следующая поставка аж мая 19 года все прямо кстати я смотрел на е-70 кузов рестайлинговый там 13-й год попробовать можно это то что я тебе рассказываю если искать 3 литра дизель продать ее вообще реально сложно но среди всех иксов вот именно 3 литра дизель они лучше всего продаются то есть не все меньше вообще кроме тойоты мне не стоит ожидать где-нибудь продаж таких да то есть конечно нет так как твои тойоты продаются это ну ничего не продается там аж вот сколько 3 месяца 4 месяца вот продается в разном в зависимости от того насколько есть покупатель реально на данную машину хорошо если есть ценитель фанат который ждет живую 3 литра дизель то можно продать и за неделю хорошо если такой вариант вот например образная покупаю бмв за 35 прям сейчас купил я и хочу прям сейчас продать вот брат не получится так если скинуть 2000 перекуп и заберут ее если она в живом состоянии конечно заберу все вопросов нет если ну так это с любой момент смотри даже если у тебя какой-то супер мега эксклюзив сложный бентли роуз-ройс неважно на такой товар всегда есть но на любую машину неважно какой ценовой политик есть перекупы и если она живая целая технически исправная сильно живой автомобиль пока что перекупы у тебя заберут они потом подождут этот промежуток времени который тебе сложно подождать для того чтобы продать и продадут дороже да и на этом там наварят 3-4 сетей купить бмв или porsche и скинуть потом перекупом там на полторы две тысячи дешевле нее конечно заберу то нас есть денисом это видео посмотрит денис наш клиент это постоянный наш клиент который постоянный знаешь мне такое чувство что денис перекуп вниз видит до поставить под эти видео не перекуп он просто в душе такой наш он любит менять машины да да я наверное такой же буду ящик вы похожи такой из как своей машины вот мне это вот машина нравится всем она не всем и все ладно я могу зачморить любую машину я очень придирать некоторым мелочам все хорошо заводится просто едет вот машина просто ну что в ней ну блин не погазовать не погазовать комфорт если мы сейчас ехали 120 вы услышали такой шум она ужасно шумная после лексусов даже старых лексусов дальше после лексусов даже старых лексусов это просто днище вот сейчас я заехал на мойку на мойку быструю которую эту туннельная мойка как понять шумоизоляцию машина начинает щетки бить такой грохот стоит в лексусе сидишь такая тишина такое спокойствие а тут такой как будто тебя в консервную банку направо положили и начали вот так вот трясти просто я кстати же не расскажу вообще что за что-то произошло ну люди же не понимают думают какая-то херня взяли кого-то менеджера по продажам этих камни семидесятых взяли на тест-драйв поехали поехали покататься я честный человек говорю всегда как есть и хотели снять красиво но я не говорю очень хотелось это спонтанно потому что завтра она должна уехать по идее продается уедет если не то заберет человек то еще да короче у нас ты ну еще не наш клиент но может быть станешь я думаю стану вот позвонил вообще построение человека то ты хотел обратиться к нам ну может и хочешь короче это такое да посмотрим как будет на подбор каена то есть изначально ну либо поршу первое что пришло до каен x5 lexus rx возможно что-то из кроссоверов да но прикол в следующем у тебя новая машина ты эту машину взял четыре месяца назад с салона 4 месяца верно на хрена тебе этот x5 либо porsche там каен я не знаю объясни людям вообще для чего ты это делаешь что тебе не понравилось семидесятки это видео очень будет полезно и людям которые машина свежая да и продажи я думаю первых еще этот год следующий год он будет стрелять сумасшедшим образом я уверен это модель будет продаваться очень хорошо сейчас продается очень классно вот послушав обзоры на ютубе ты можешь понять что эта машина прям идеальная да да не все так идеально как вы как это выглядит со стороны в роликах никто не говорит действительно правду единственное кто говорит на направду из обзорщиков есть такая такой канал называется своя рубрика николай его ведет он работает в тойоте в россии он рассказал про ужасную шумоизоляцию там про колхоз некоторые иногда действительно полезные обзоры но он при этом работает тойоте и что-то да конечно скрывает я могу рассказать в принципе честно вот расскажи людям будет очень интересно и кстати я даже хочу этот ролик у нас же есть поочередность выпуска видео то есть грубо говоря там нашли машину мы тех гипотетически вот эту машину но видео выйдет там там задержкой два-три месяца что есть определенную очередь но этот ролик я хочу вне очереди выпустить людям будет очень интересно и полезно да и полезно кому не стоит покупать кемри во-первых это будет полезно и кому стоит пробовать систематизировать рассказать по почвам я даже прибыл очкам давай ты будешь назвать полочку я буду рассказывать давай начнем с того ты купил машину с автосалона тем более это не первая машина с автосалона у меня никогда не было автомобилей с автосалона те люди те которые нас смотрят ребята у них тоже никогда скорее всего не будет машины с автосалона может и будет но на данный момент точно нет не будет когнитивный диссонанс я чувствую после этого ролика с ума сошел минус покупки тачки с салона первое это налог 5 процентов то есть там спустя выше какой-то суммы там 3 процента идет выше какой-то определенной суммы по законодательству идет 5 процентов налог это единственный минус покупки салона плюс допы здесь допов практически не стал я никогда практически не вот почти всегда не ставлю допы это бесполезные понты которые практически мне не нужны абсолютно возможно не будет той комплектации придется выбирать то что есть на складах у тойоты кстати и у лексуса проблем с этим практически не бывает ждать машину конечно не надо в отличие от тех же европейцев это очень большой плюс и какой из минусов ну минусов здесь практически нет наверное вот если так говорить но твой налог налог моем случае просто смотри когда берешь машину с автосалона обычно ты выехал минус там 15 20 процентов люди которые покупают немцев в этом случае вот сейчас расскажет люди покупают немцы выезжают с автосалона ну не зашла ну там жизненные обстоятельства служили все что угодно может быть при продаже ты сразу автоматически грубо говоря на пальцах ты взял за 50 продаж уже за 45 это в лучшем случае лучше а то и за 40 и попробуй еще это сделать если не перекупом перекупом и то дешевле да ты поездил четыре месяца в итоге умудрился продать эту машину дороже чем чем купил в автосалоне вера к сожалению я не перекуп может быть и к счастью вот как это все получилось мои ощущения вот понемножку третят негативно они начали таким как снежным комом нарастать 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 во время эксплуатации это автомобиля вот и потом я решил просто задаться вопросом а сколько она стоит на вторичке сейчас я зашел посмотрел несколько объявлений этой комплектации elegance они стоят 32 думаю блин ну это ж перекупы сто процентов купили дешевле хотят ее как новую продать думаю может быть что-то подумай думаю выставлю ради вот интереса на продажу чисто экспериментально выставляю я на продажу по цене новой машины ровно 32 тысячи как с автосалона выставляю я хренел просто я хренел у меня в день 5 5 10 звонку не пойти купить новую салоне зачем именно брать уже ты поездил во-первых налог человек выкатывает с автосалон она ему обойдется в тридцать три с половиной минимум плюс допы и плюс тому подобное окей это дешевле некоторые люди которые считают каждую тысячу они вот иногда вот так вот поступают покупают такие машины нулячьи как назовем их второй вариант люди которые ищут черную на черной коже вынуждены ждать до мая 19 года так мне сказали несколько моих покупателей один даже с одессы готов был приехать сюда на официал загнать проверить и забрать ее потом чиновники мне звонили тоже с донецкой области хотели приехать забрать говорит водителя отправлю он посмотрит заберет вот в итоге нашелся человек с белой церкви которым у него 55 он говорит хочу поменять вот все у него дорестайлинга хочу от но вы мне дужи подобается к же красивенько 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 ему это только вертка он говорит то ты хочешь продать говорит мне или что я сейчас будешь мне про плохой рассказать тебе не куплю ну в итоге он согласился конечно все за 32 тысячи как я и купил так и продаю это магия тойоты наверное это магия это своими не повезло что именно конкретной комплектации этой на черной кожи и черной не будет очень долго и люди готовы уже кому хочется готовы брать на вторичку некоторые говорят я даже наверное на вторе я не зашел говорит если были бы да вот мне подфартило и от таком эксперименте я просто купил и продаю грубо говоря за те же деньги ничего не теряя ну ну кто-то может назвать меня дурачком да что продает новую машину но если я ничего не теряю почему я дурачок по сути так можно только на тойоте сделать так наверное только на бмв это так не сделаешь вон пойди купи бмв потом попробуй продать я не говорю за те же деньги хотя бы там я не знаю это очень тяжело ну я бы сказал сказал бы так если бы это плюс огромный плюс этой машины огромный плюс да и спрос сейчас на семидесятку просто сумасшедший просто и кто-то думает на сороковку на вторичке хороший хрен там да хрен там 70 сейчас рвет все продажи то есть даже там кто покатался вот как я и пытается продать тоже желающих но перекупов у меня первый день вот звонков было десять перекупов было наверное человек как три наверное вот чтобы не соврать серьезно ну там автосалоны всякие среди них были остальные просто люди которым нужна эта комплектация в этом цвете все смотри ты на ней ездить четыре месяца я вадим ты же ездил на такой тачке ездил и я ездил честно сложно что-то понять взять машину на тест-драйв я взбрал на тест-драйве и это не то да вот ты на тест-драйве на топовую машину посадили разницы практически никакой ты на тест-драйве проехался да мы чуть-чуть на столичном проехались по говня тоже по дорожке разогнался вроде нормально вроде бы нормально как ты начинаешь каждый день эксплуатировать это пытается там где-то вырваться ты понимаешь что это вот очень тупая коробка ну очень тупая такой же шестиступенчатый автомат вроде бы ставится в lexus rx 200 turbo который там она работает совсем по-другому совсем по-другому и там даже в режиме спорка ты приходишь совсем другая машина с той же коробкой возможно там двигатель я не знаю чем это связано очень тупая коробка ты пытайся вот даже не говорю прям тапку в пол там чуть-чуть она сбрасывает передачу ну там такое чувство что здесь тут turbo яма просто жесточайшая turbo яма просто ее прорывает если бы ее еще прорывала но у тойоты до 4000 машина не едет оборотов она не едет она оживает после 4000 а там уже следующая передача вот честно уже вот не первый и снова умирает такая жила и она так медленно набирана после 4000 прям так рывочек как второе дыхание идет и я заметил не только у этого двигателя у 35 на лексусах прошлых там плюс-минус то же самое было вот действительно кто любит погонять здесь это не получится ребята не получится вообще никак да вроде бы для города и ну слушай она выглядит вот так дерзко агрессивно агрессивно как вот есть одно видео на ю тубе и она названа так овца волчьей шкуре и это про эту camry сто процентов потому что здесь мог в вечи шкуре да если наоборот да она агрессивная такая молодежная все да поменяли ребята берите подвеска вот кстати подвеска подвеска просто сказка просто сказка заходит повороты очень шикарно по-другому да рулится совсем другая они переработали полностью на новой платформе тнж ее построили классная подвеска ничего не скажу тут даже у меня ребята я их так назову бмв дрочеры садились сюда говорят прекрасно все говорит подвеска шикарно не едет говорит ну окей хорошо если забудем про вот эти вот гоночные понты назовем их так целом машина чувствует себя прекрасно на трассе шикарно рулится замечательно вот я расскажу меня было до этого сороковку и сороковку поменял на эту на семидесятку в сороковке я ездил вот по каком-нибудь проспекту где у нас немножко яма и все такое я ехал вот так вот я ехал так потому что машину туда-сюда кидала всегда как это я рассказываю людям в роликах они мне не верят серьезно говорю я это правда меня можно назвать тойота дрочером у меня только тойота и лексусы были в общем возвращаясь к теме сороковки во первых рулежка вот ямку какую-то попадаете кидать из стороны сторону здесь такого нет да она стала чуть-чуть жестче но она перестала быть желейной просто восторге от подвески серьезно вот просто восторге чуть-чуть жестче но это не критично кто любит просто поездить на машине с точки а в точку б эта машина идеально подойдет даже с этой тупой коробка как ее назвал даже с этим двигателем которые нам уже пытаются продавать уже лет десять наверно ничего не старая технологии руки она найдешь на 3.5 на 8 ступки намного лучше намного лучше у нас не продаются к сожалению не возят да да ты ездил на 8 ступки на 3.5 я ездил на 3.5 8 ступки но на lexus gs на lexus gs и это lexus gs другие настройки возможно я не знаю шумоизоляция друга другое все другого все другое абсолютно шумоизоляция это отдельная тема здесь ее блять нет просто нет просто нет от сороковка и семидесятка одинаково да плюс мид до чуть-чуть лучше но по сути там тоже самое все тоже самое просто шкуру другую натянули просто ужас не знаю на 140 километрах тут просто гул стоит на канал своя рубрика там николай ведет он по это рассказ что делайте шумку ребята делайте шумку на toyota на столичном когда я ездил на ты здраве когда вот девушка виктория мы сидели с ней рядом вот она говорит да ну у нас многие покупатели когда покупают делают шумку надеюсь за это не уволят то что я рассказываю то чего уволят наоборот должен шумка действительно здесь нужно ребята если кто покупает эту машину сделайте шумку как минимум арок как минимум двигатель ok нет там на все более-менее нормально но под колес все слышно абсолютно все вот лексусы даже прошлых поколений там двенадцатого года там вот эти вот если намного лучше намного лучше с чем toyota от lexus отличаются в мелочах то что ты берешь toyota сделай шумку сделай музыку сделай 5 взял лексус и ничего не наделать там хорошая сумка шумка завода там хорошая музыка за то же самое было ты взял машину и ты ничего не делаешь ты просто от этого кайфа согласен вот ну и не знаю кому-то нравится камри вот кому-то кто-то фанатеет именно toyota хорошо а существенные такие недостатки еще в чем-то есть может каких-то мелочах которые лачах у меня для меня мелочи создают показываю это важно первое что сделал когда мне я ездил на белом салоне на тыс драйве когда мне приглашали черный я его не видел как он выглядит честно только на обзорах моя реакция хочешь покажу со мной был со мной был менеджер который по допам он мне дверь открыл такой было вот так посмотрим о ничего так интересно блять что за лоховство что за лоховство блин суммы если а что тебе не нравится ну ты посмотри на качество этого подлокутника я не знаю пусть ребята вот и смотрите глаза бросает красиво шикарно может быть это практично вот мне было бросил сразу три я на твое место ну да какая разница водительская пассажирская не давай все-таки водительская все-таки водительская ребят я что же должен показать все это можно назвать что придираюсь конечно ночью или тысячи арабе я смотри посмотри на карты вот именно на саму на саму эту кожу или дермантин что это струк на его структуру ну как можно было сюда такое запихнуть не но то что кожа не бывает такой структуры это факт это это но это не сравнить сидением совсем другая структура она она выбивается из общего интерьера подлокотник и с ними и этот слушай ну за 4000 очень важно вадим глянь 4000 пробега что это мята да у меня 100 килограмм веса но вот внутри на сиденье 4000 пробегает и всегда были проблемы ну видишь какая-то херня пошла воздушная прокладка ну да не ну понятно какая вентиляция вот прекрасный вот я вообще в шоке вот это вот хорошее хороший материал приятный вот подлокотник рядом с ним вот сравнить вот так все стороны это просто 6 суши опорожек вот это там что с ним не смотрю пленочку не срывать и не срывают пленочку по внешнему могу рассказать сразу что мне не нравится мнение я хочу с той стороны еще сиденье посмотреть а кроме сиденья больше ничего нет сиденья наоборот говорю сиденья прекрасная вот вот это вот текстура она ужасно выбивается она как лоховство валить на лексусе rx200 когда ездил у него вот в таком же материале подлокотник карты все в одном материале ты садишься и ты видишь нормально зачем не поставить это сюда зрение практичности но так первое впечатление что за жизнь в топе здесь идет они называют это как-то tiger а если не ошибаюсь дерево такое у них рыжая здесь я сажусь смотрю боже мой какой лоховство поставить какой-то черный пластик могли бы уже в любую комплектацию запихнуть ладно идем дальше что это такое что это такое это слушай это позорщик почему в 55 здесь дерево а у меня какой-то черный пластик как в акценте у моем который у меня был 10 лет назад это это такое ну слушай аквапринт сделай аквапринт под дерево да будете надо вложить еще 5000 привести нормально давай дальше давай дальше поехали так я обычно я очень фанатею от внешнего вида автомобиля очень фанате для меня внешний вид и внутрь внутри архитектура салона очень важно я вот такой вот люблю эстетическое удовольствие получать от машины вроде бы все неплохо сезда но ребят здесь светодиодные фонари только вот так будут окей они сделали в топе только за 40 тысяч светодиодную оптику нормально окей не пофиг что здесь стоят лампочки мне пофиг что это за фольга во флагмане что это за поля почему в тойоте в 2018 году какие-то вот странные вот эти три шуточки как я не знаю как шкоде бы 12 года что это за лоховство такое я не знаю я такое такое вижу только в тойоте 18 году вот фары просто ну так если фонари фонари потому что будут комментариях писать мы-то понимаем что это фары фонари не суть но правильно называться это фонари меня я колхозник ребят брат у меня подписчики мега злые хейтеры поэтому да они эти говорю сразу тебя я я ж не я ж не перекуп я ж не садела продаж тойота поэтому мне простительно я думаю да да окей пошли вперед от единственный плюс этой комплектации здесь нету лоховских колхозных хромированных ручек я их ненавижу просто вперед смотрим так что у нас здесь вообще в чем отличие от топовые комплектации более там яркая решетка идет насколько я помню и светодиодные поворотники поверьте вот эти две мелочи делают вид машины просто на сто процентов окей здесь я не против даже обычной лампочки до поворотники я не против есть ходовые огни здесь они выглядят неплохо но в них проблема одна ну с моей точки зрения я не знаю здесь наверное на видео будет не так видно она вся у как точечках идет для кого-то это норма ребята но у меня это ассоциация с какой-то skoda octavia 12 или 13 года почему на всех машинах сейчас сплошная да вот на лексус такое чувство что у них осталось после старых лексусов остались вот ходовые огни на концернах и не просто впихивают чтобы от складских запасов избавиться честное слово это просто лоховство кстати свет шикарный вот что что светит светодиодная оптика просто на ура честное слово видишь не все так плохо буша буду говорить человек обсирает нет я я ребята я очень объективный человек и я вообще высказываю только свое мнение как для кого-то это мелочи там скажут ты придираешься и все такое ну это мое личное мнение простите меня уже за это да вот но в мелочах кроется истина я считаю и суммарно когда ты ездишь на эти машины если тебе конечно 40 плюс ты не будешь на это обращать внимание когда ты такой зануда как я и тебе 28 то скорее всего тебя потихоньку как снежный ком будет накатываться вот эти все негативные впечатления об этом вот и что еще сказать вот отличие от топа в топе машина смотрится действительно как она должна смотреться другие диски другие фары чуть-чуть светле решетка агрессивная чуть-чуть хрома где-то добавили и суммарно машина уже смотрится как должна смотреться камере но вопрос стоит ли переплачивать за топ сколько она там стоит не знаю я когда покупал она стоила лям 50 по моему тысяч так же да вот лексус ес салона стоил лям 150 тысяч разница 4 тысячи долларов даже 3 с копейкой там 3 800 да но у тебя совсем другая машина я не понимаю кто те люди кто покупает камеры в топе я не знаю зачем там просто одни понты на самом деле что там чуть чуть больше дисплей окей другие диски окей ну камри не покупают ради диска там сзади сенсорные кнопочки подлокотники вот такой шторки не знаю понты для приезжих а такое называю целом машина смотрится неплохо неплохо до молодежно агрессивно но это только внешний вид и опять же агрессивно нас смотрится только в топовой комплектации снимаешь по салону сразу же но я уже сказал про вот текстуру вот это вот кожзама мне очень она не нравится очень выбивается из общего интерьера пластику ты плоховской просто потому что мне не нравится я хотел вот я сел я на автомате захотел ее завести с кнопки какого хера только в следующей комплектации после элеганса я не знаю название и в топе есть кнопка но это не самое печально на самом деле вот даже для меня для человека который придирается больше всего мне раздражают вот это вот архитектурное решение что это за ублюдский треугольник почему в лексусах все по-человечески а здесь те же инженеры трудятся которые трудились для 10 лет назад почему не придумают какие-то странные вещи я не могу понять опять же в 2018 году что это за что это за и не знаю как это даже назвать это выглядит убого это огромный треугольник который фокусирует тебя на экране и влепит туда вот такую маленькую что-то запищал это предупреждение а то что дорога на летней резине а мы на летней резине развернись прям то он же за развернись до тут на спорте дай немногий так какой спорт надо аккуратно проехаться шабан я завтра продал спор 220 мимо бэмбо и автосалона слушай но я тебе хочу сказать так в принципе все очень даже неплохо все очень неплохо машина как я хочу вот чётку аргумент сделать машина без души она просто хорошие ничего в них плохого прям такого критичного нету просто хорошая машина без души но как говорится мне на ней слушай а мне комфортно мне я не буду серьезно сидеть удобно удобно но ты начинаешь ее чувствовать только когда ты по городу поездишь ты поймешь что такое то это камни шумная пипец это просто не могу сказать других слов у меня нету на шум и ужас брат она очень шумно она реально шумно она очень шумно это я уже коза это у тебя у тебя ощущение комфорта снимаешь из-за этого у тебя ощущение комфорта просто теряется из-за шума ты садишься во флагман вот каенчик едет такой тебе будем искать будем искать на такой ты будешь ехать чувствовать себя человеком да и потом его не смогу продать зачем такую машину продавать главное найти в хорошем состоянии зачем ее продавать действительно вот на каене я покатался в течение недели наверное у друга и хочу сказать ребята блин ну даже второго поколения каен окна открыты я всегда тоже самое делаю честное слово каждый раз подъемники будут сломаны да потому что это же вот ребята сразу же говорю тоже я постоянно то же самое дергает то что сделал баня я постоянно дергаю стеклоподъемники потому что мне кажется что окна открыты она настолько шумная но очень не такая шумная как сороковка конечно но тем не менее по ощущениям едем 140 но это быстро чувствуется хотя она такая вот вот на rx и на rx и последнем rx и 140 такое чувство что ездить здесь 60 или 80 разница есть конечно держак вообще на этой резине какой-то подъезд она не едет в общение 1 овощ в воздухе то что это педаль в пол это тупо педаль в пол сто восемьдесят день как раз она шумно и на ней страшно кто-то мне говорил что она рулится я на сороковке 200 ты ехал пару дней назад 3.5 я вижу на этой еду и ощущение ну типа рулится вроде лучше но страшно одинаково одинаково страшно от скорости да но тебя хотя бы не кидает ветром вот честно скажу это большая большое преимущество она тебя хотя бы не кидает ветром порулить погонять на ней не получится блин несостыковочка получается хорошая подвеска и абсолютно вялая коробка и мотор блин 3.5 на восьми ступке это просто вот это я считаю это это какое-то такое чувство что пытаться от складских запасов опять-таки смотри ты просто на ней привык ездить уже четыре месяца я тебе скажу типа не такая тут и вау подвеска такая же раскляпистая сотрезно ну да от от него разница с раковкой 50-х ровных отклик на руль есть однозначно не так как сороковка что ты вот так делаешь она лучше так крутится как на грязи а машина ровно едет но она все равно ну не то надо на бэлэ на какую-то нормальную сесть приехаться да и тогда ты поймешь разницу разница будет существенным то есть она не гонка я не такой гонщик я не такой гонщик на самом деле но иногда иногда хочется немножко ну что лазер давай в спорте она не поедет сейчас вот она да у вас увидел задержку 2 секунды это педаль в пол вообще в пол вот 6000 оборотов переключилась ребята не берите если вы хотите погонять и она овощ она у неё у машины нет души это из точки а в точку п окей да но на шумная сразу готовьтесь потому что надо сделать шум рот конечно приятнее по чем она не такая вялая не такая железная как прошло это да согласен аккуратно у нас ракет ой это привычка уже ракет у нас суши мне кажется на эти машины здесь не сроковка ребят здесь такого понта значит бандитского понта было сроковки не пусть смотрят от эти вот ведра на нормальную машину пацанскую это продается блин по пять раз дороже каждый раз чем первый раз вот чем ладно ладно сейчас станем вот это неплохо сотри как я четко паркуюсь как батя вообще ты заметил что не дала чай рельсы рельсы не двигаются заметил да а у других тойоты у лексусова не двигается я не знаю почему такое чувство что они программное обеспечение ему резать специально ну сидеть нормально я не скажу что сидеть прям критично плохо нет ух ты на ней даешь гарри брат это я в пол держу смешно да это вообще ну чё у меня фиеста так же едет а тормоза кстати лучше чем были на сороковке да намного если честно намного ну 160 такая шумит пипец не ждали в пол а она типа не едет куда 170 страшновато на ней страшновато согласен особенно на летней резине да да когда на улице сколько сейчас минус 3 0 показывает по бортовому но минус 3 да по факту у нас 150 сигнал этот пи бесит поставьте вы нормальный милозвучный болговский сигнал пацаны ну скажи я не могу сказать что лучше чем сороковка вот что то есть и в сороковке и в этой но ну еще когда я продавал просто когда мне залог давали было плюс 12 плюс 15 не было смысла что все тупо выключилась я сейчас тоже расскажу это мы уже на вадима телефон снимаем потому что реально села все все что-то не зарядил камеру да да ты слушай вадим расскажи еще руки будет трястись но ничего расскажи стабилизация там хорошая я вижу расскажи кстати на какой телефон снимаем samsung galaxy проплачена реклама с 9 плюс да напишите в комментариях что лучше осмо моя диджай или от samsung по качеству наверно samsung ну ладно ты по поводу окон то же самое говорил вне кадры когда мы ехали скажи нет там не слышно нихера будет может быть у меня же у меня же выносной микрофон тут шумно у тебя нету задувало расскажи я когда ты сел и начал говорить а тут с окнами какая-то проблема думаю тону как всегда придираемся на самом деле нет ты садишься действительно как будто дует тебе в ухо прям есть такое я же говорил про шумку то есть то есть проблема этой машины в том что ее позиционируют как флагман везде ты можешь видеть объявление эти рекламу довести она на биггвардах супер классно фану как samsung свой с серию продвигать также продвигают камри садишься думаешь бизнес класс все классно ну во первых она не едет что уже два человека подтвердили помимо 3 она не 2 здесь шумка ужасно то есть у тебя не ощущение бизнес такого ощущения от бизнес комфорта такого такого нет и у тебя нет ощущения драйва у тебя нет ничего машина без души вот я уже не раз притормози чуть-чуть я хочу так сесть да просто вот показать как она набирает на камеру она вообще не едет ну да ну да ну да скудненько ребята скудненько скудненько я уже страшно и мне страшно потому что тормози тормози брат ну нахер страшно за очень страшно пиздец на пассажирских сидишь просто просто с ума сходишь я на водительском разгонял и 170 еще терпимо на пассажирских такое такое чувствую мы сейчас взлетим просто она воет орет рычит 3.5 тест или тут 225 я разгонял да 225 сороковка 3.5 даже не важно сколько она максимум выжимает не важно вообще ощущение драйва 0 то есть ребята но я не сильно гонщик такой вы поймите правильно я не гонщик но здесь ну реально реально вяленькая она ну реально нет ощущения вообще никакие как не слушай а к тебе вопрос уже такой личный давай ну там ты за кадром говорю тоже да будет писать о донецкие номера там ну как то есть не суть вообще как от отношения в потоке когда ты на такой машине едешь окружающего транспорта опускаем донецкие номера или про них тоже говорим да давай и про них скажем про них ничего на самом деле я не сталкивался ни разу с такой проблемой абсолютно ни разу мне никто даже не кричал никто никогда не сигналил даже с дорогих машин у меня на новски номера давно родился в мариуполе как бы в киве я с 2017 года окей давай по ощущениям как уважение на дороге какое отношение к на других водителей им пофиг сороковку немножко побаятся знаешь там кучу но они тебя да 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 всем пофиг вот ты ездишь на мази шестерки то же самое здесь думает какой-то молодой какой-то хрен но она уже более такая действительно мало ну не пропускает если захочешь прям втиснуться не будет такой как у тебя будет сороковкой черный да у тебя не будет такого как у тебя будет с лексусом lx-ом спрайдиком тебя не будет такого здесь она вроде уважаемая ну не скажем не авторитетная авторитетная продавец ки номера абсолютно никаких проблем честно скажу абсолютно спокойно все относятся люди которые смотрят обзоры они немножко не темы аккуратно тормози пуша лето тут скользко они немножко не в теме вот этого пропускания прочего пока ты сам лично не попробуешь не сядешь на автомобиль такой который действительно обществом как-то уважаем то ты не поймешь я я сел на восьмую я до этого ну понятно ездил на многих дорогих машинах разных но я тоже этого не не как-то не совсем понимал этот момент но когда я сел на восьмую я понял что такое когда ты включаешь только включаешь поворотник только тебе уже моргают тебе уже моргают типа брат проезжай то есть просто люди ждут чтоб ты мой моргнул аварийкой и они от этого получают удовольствие я ездил на разных машинах вот скажу так вот с чем можно сравнить ее да наверное с киндайм акцент вот не больше не меньше вот по уважаемости серьезно ну где-то пропустят где-то не пропустят офисный планктон только более высокого ранга зажравшийся офисный планктон еще донецкий офисный планктон понятно это самое главное в общем знаешь что меня еще убило говори где кнопка на багажнике оплачу пять тысяч пять тысяч гривен за эту кнопку долларов подожди ты следующая комплектация а я понял у тойоты нельзя начинить ее как ты хочешь у тебя есть комплектация определенная так вон же есть кнопка какая кнопка это багажник ну да и здесь есть а на багажнике нету кнопки а идем покажем кстати а кстати в России в России в обзорах вот здесь есть кнопка в Украине ребята пожалуйста наслаждайтесь где моя кнопка нету кнопки нету ты понимаешь а еще что давай еще раз откроем не-не-не-не-не открой покажу еще кое-что красоту просто где она здесь ой кулечек кулечек смотрите ни разу не способ посмотри красота такое можно увидеть только в России подожди а что это такое я не могу понять это просто без обшивки и у тебя металл грубо говоря то сабвуфер там должен быть или что вот тут заглушка какая я не знаю но для меня как для владельца флагмана бизнес-класса мне вот это вот все не очень нравится если честно как оно выглядит слушай а еще такой момент ты не проверял вот я допустим на ауди на своей проверял такую фишку вот ты машину закрыл да к примеру багажник открыт да ты бросаешь ключ в багажник закрываешь багажник и он открывается здесь нету КЛОС да в тойоте про такое можно забыть наверное не понял единственное могу сказать в лексусах в лексусах если ты бросаешь ключ в багажник и машину закрываешь при помощи ага без ключевого она не закрывается у лексусов сто процентов это так работает она пищать начинает как сумасшедшая то есть ключ ты никогда не забудешь пройдемся толщиномером да обязательно чтоб показать ничего не изменилось ничего видишь соточка как была вот это вот родная окраска этой машины не 200 не 250 микрон там 100 110 не торопись пока да ты бегло пройдись сюрприз 500 где нибудь да не не должно быть бывает с автосалонов продают битые машины не знаю 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 старинное видео еще раз есть такое да машины продаются битые с автосалонов но я думаю тебе так не должно повестись или уже одну машину сейчас ссудятся я видел видео на ютубе камри возвращают битую нормально нормально все 130 120 это там нормально это же видишь оно неравномерно красится как любая машина о котором мы в каждом видео сегодня это рассказываем да кстати ребята и забудьте про дешевый кузовной ремонт с вот этими всеми изгибами да да тут уже дешево у дяди Васи дороже не получится да изгибов очень много дядя Вася не сможет так любить я думаю если сможет то возьмет очень дорого вот камри потом скажут а почему ты бампер не померил да бампер набитый наверное нет тут у тебя все целое проем давай один покажем для примера для примера чтобы те которые ребята будут видишь проем всегда красится в два раза меньше ну грубо говоря машина 110 там любой производитель экономит почему потому что он не подвержен особо никаким воздействием да окружающим кстати на сороковках на сороковках у меня на сороковке была проблема ребята может кому-то пригодится в будущем вот у меня на сороковке здесь лакокрасочное покрытие оно немножко таким пузыриться начало и когда ко мне приезжали перекупы когда ко мне приезжали перекупы они говорят битая парень битая потом еще была проблема с лакокрасочкой на сороковке здесь немножко пузыриться начало это все нормально у Тойоты это нормально И еще был такой интересный случай, откроешь багажник, ключ у тебя! Да, 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 да. Тойота, твоя уже? Уже купил, да? В общем, это не моя Тойота. В общем, на сороковке еще очень интересный такой момент, смешной был интересный момент. Здесь, короче, если посмотреть, здесь на сороковке, где крепятся вот эти вот штуки, там была такая как резиновая подкладочка, подкладочка не знаю короче что короче она была такая обученной краски приехали умные перекупы такие мне говорят о красилась внутри багажник все нормально просто была крашена резиночка завода просто облучилась и все нет нет крашеная а потом я только потом я понял почему они так говорили почему они или мою машину так что там крашеная крашеная родная была сразу родная краска а прикол был в том что они приехали с дедушкой дедушка очень хотел камри они занимались автоподбором это автоподбор был я назвал перекупами они скорее всего были автоподборщики как вы говорите ага они захуесосили в идеальном состоянии камрюху чтоб цену сбить нет ты думаешь цену сбить поза еще он сказал ему немножко отойдя там их два было человека сказал дедушке видишь нету живых камри сорокова он говорит давайте евро бляху лучше пригоню братан а парить бляху хотели нету живых камри говорит забудь про эту идею мы тебя варили коробка в идеале было не пиналась на горочке нормально стояли мы ее проверяли на и стошках ее обслуживали не на официале камри эту но у моего хорошего знакомого который ну просто не обманывая честно он честный человек вот как вы в автоподборе также он и в обслуживании все с ней идеально абсолютно полная история машины есть эти рассказали что коробка пинается у них движок 2 и 4 оказываются ненадежный у тойоты у этих тойота вообще ненадежная вообще 24 жрет масло хуже чем cayenne говорит я плохо в этом разбираюсь они сказали что это цепь или ремень окей она живет живет 100 тысяч я говорю у меня 110 на спидометре на как-то адометр да прошу прощения я немножко из другой сферы вот это значит скоро менять на попадос на бабки это надо все перебирать у тойоты не надо ничего подымать выбирать очень легко заменяется дешево они этому дедушки по ушам хорошенько ехали вот что дедушка не купил эту машину я звоню своему сразу же после такого негатива я звоню своему закону говорю ну серёга как так то машина у меня крашеная оказывается и мне скоро ремень придется менять он говорит шли их нахер этих придурка ремени тут ходят по 300 тысяч говорит или ремень или цепь там уже сами почитайте разберетесь вот говорит ну вот такие автоподборщики бывают то есть человеку человек мечтала камер дедушка я мечтал об этой сороковки я мечтаю хочу живую вот живая все с ней плохо давай мы тебе евробляху пригоним то есть ребята когда выбираете себе автоподборщиков когда вам нужна хорошая машина пожалуйста больше перерывайте информации ищите нормальных хороших адекватных и честных людей вот не связывайтесь с такими вот я понимаю что они мне верить не могли потому что я владелец я могу не надо ее продать я могу рассказать все что угодно но таких я бы знал из этой сферы просто пинками а чем ты занимаешься ты не в айти сфере сейчас я у меня одни айтишники ты знаешь это да да прекрасно сейчас очень много айтишников вот я айтишник но в прошлом я спортсмен я работал много где с 18 лет работы уже вот как можно заработать на машину да все просто просто нужно брать и пахать нужно брать и работать кто-то говорит там айтишник это все легко это все просто ребята посидите по 12 часов в день когда у вас такая голова каждый день попробуйте это это говорю не то чтобы это легче чем на заводе работать я работал на заводе ребята в мариуполе честно скажу в робе ходил и в каске я пробовал себя в разных сферах но я всегда любил общаться с компьютером и все интересовали интересовали меня технологии поэтому я решил связать себя с эти сферы тем более в детстве я ну как в детстве в десятом классе я на олимпиаде участвовал по айти я писал на языке си шарп уже тогда уже тогда да красавчик вот или си плюс плюс наверное си плюс на плюсах писал точно в школе у нас информатика была преподавали вот я решил вспомнить вот пойти сфере так и попал на самом деле я у меня от меня насчет этого всегда была вот такая вот фраза нет хороших сфер есть плохие люди или ленивые даже люди заработать можно везде абсолютно везде даже уборщицей можно заработать как это сделать вот даже уборщица может убирать у блатных каких-то да две штуки баксов я это знаю я знаю по мариуполе есть такие у меня семьи знакомых которых мама работает уборщика получает штуку для мариуполя это вот так это просто огромные деньги в любой сфере ты музыкант можно заработать если конечно будешь сидеть в подвале с друзьями пить пиво и не работать окей ты никогда ничего не добьешься самое главное это стремление и отказ от лени все айти сфера здесь абсолютно ни при чем на самом деле просто это мое и я этим занимаюсь вот и все все это да я надеюсь если ты станешь нашим клиентом мы еще увидимся в видосах когда найдем тачку расскажешь с другой стороны медали уже со стороны нашего клиента боюсь ребята знаешь насчет что типа продаешь новое что вот насчет того что продаю новую я вообще не волнуюсь я когда брал бы у lexus на второго поколения ничего я не абсолютно не боялся я боюсь европейцев был вот так вот даже я тебе скажу так ты поездишь на европейцы ты на японцы никогда в жизни все это говорят все говорят но я у меня такое ощущение мне очень легко испортить впечатление о машине если в одно утро зимнее мне надо будет куда-то ехать она не заведется аккумулятор но так зачем прикол европейца европейцы он тебе напишет у тебя на экране засветится там заряд батареи низкий то есть причем это напишется не тогда когда ты сядешь заводиться он напишет заряд батареи низкий и все не заведется это будет тебя предупреждать месяцами пока ты пока уже реально реально не заведется если если найти машину не на коленях живой нормальный экземпляр она будет ездить и радовать не хуже camry да единственное что сам понимаешь обслужить и содержать другая цена вопроса нет конечно там заехать на сервис 1000 долларов оставить это нормально это норма да ну вот и как бы ликвидность все что ты сказал верно продать это не так как camry это уникальная машина самом деле уникальная марка а вот есть инфокар да знаете все такой да вот и паша сказал говорит я могу очень долго когда они делали обзор на праздник если не ошибаюсь говорит я могу очень долго стебать toyota говорит прикалываться не троллить говорит но у меня говорит шутки заканчиваются после того как я вижу цену на вторички говорит все тогда закругляемся спасибо ребят подписывайтесь на канал да кстати очень круто рассказал да будем подбирать мне машину будем снимать еще видосы будут делиться впечатлениями возможно мы будем выезжать на какие-нибудь здравия думаю если будем подбирать или нет не вопрос не вопрос вообще мы тебя будем забирать завозить мы же работаем с клиентами так которые из киева бесплатное такси будет тебе ну как бы платное она включена сумму но типа приятно тебе приятно конечно вот просто хочу посмотреть на машину там какие мы будем выбирать а насчет еще до насчет еще смотри момента того что почему не работаем с перекупами это уже последнее как бы и будем закругляться даже не из первых а пятое даже десятое пункт потому что вот представь себе да вот ты рассказываешь от приятный человек в кадре там люди интересно слушают там поставят обязательно лайк под видео напишут интересно в комментариях этого дурачка и меня не меня меня ребята я ничего не теряю абсолютно ничего не теряю и просто смотри 10 уже пункт вот ты бы смотри ты покупаешь машину ты бы хотел увидеть такого же человека какие ты которая так открыто приятно расскажет все да ты как перекуп тебе надо машина не хозяин вот наверно значит мне мне спасибо за честность смотри я объясню все очень просто я мыслью как владелец тойоты ты тойоту загнала подъемник ты проверил в основном все хорошо все нормально да не брать я понял вот вот поэтому у тебя он изменится когда ты на европейцы сядешь у тебя измениться ход мысли по-другому по-другому что менял все поменяли едет дальше там как не говорил друг на тойоту ты смотришь говорит нравится машина ты берешь тебе не надо думать как а коробка там дэсгэ не дэсгэ да пофиг двигатель turbo не turbo жрет он масло не жрет ты просто технически поднял посмотрел не историю нафиг не нужно получается в тойоте чисто ну конечно приятно когда машина официальная там все официально служу но мне по сути на тойоте пофиг я знаю ценники на тойоту я знаю что не гораздо дешевле чем у европейцев есть человек который хорошо обслуживает что немаловажно кстати одна умная вещь одна умная вещь одна умная фраза которую он сказал мне один раз мой отец прежде чем покупать машину найди где ты ее будешь обслуживать да кстати потому что это очень важно особенно да на мире в киеве могут содрать все что угодно все это да в общем всем пока до подписывайтесь на канал ставьте лайк хотел показать дизлайк но ничего и дизлайк тоже пока